Ребят, всем привет! Меня зовут Аня. Под прошлым видео вы написали, что хотите, чтобы я отправилась снова в магазин и поискала каких-нибудь продавцов, проверила их. И сегодня мы с вами поищем какое-нибудь событие. Ну вот нам сразу и попадается. Продаю зайца недорого. Давайте узнаем, что значит недорого. И у меня есть небольшое предложение. Давайте с вами обхитрим продавца, напишем ему, что можем помогать ему. Вот это у нас походу продавец, нагибатор. Привет! Можно мне зайца за работу с тобой? У меня есть кое-какая идея. Мы можем помогать этому продавцу обманывать людей за зайца. Но потом в конце обмана я хочу обмануть самого продавца, если у меня это получится, и вернуть все украденные подарки. Давайте, в общем, попытаемся сделать мою безумную идею. Если это видео вышло, значит моя идея обязательно осуществилась. Продавец ответил да. Я буду делать вид, что ты мне подарил. У нас здесь уже покупатели хотят узнать стоимость зайца. Мне само интересно вообще узнать, за сколько он покупает зайца. Я волосы никому не отвечу. Но мне, кстати, ответил. Ну, как обман, так сразу можно ответить. Можно подарок фонтан? Давайте я спрошу продавца. Да. Сколько фонтан стоит? Давайте узнаем, сколько стоит фонтан для вида. Давид все хочет узнать стоимость зайца. Продавец так и не отвечает. Один из мастер. Один из мастера стоит фонтан. Все, ок, беру. Опа, как он быстро убрал фонтан. Ребят, все, фонтан типа убрал. Давайте напишем. Вау. Спасибо. Ну все, мне кажется, все люди поверили. Поверили, что он не обманывает. Добавим его в приятели. Магазин ко мне. Давид заманивает к себе покупателей. Можно умника за танцы. 13 пингвинов. Продавец у нас что-то молчит. Он даже никого не пытается обмануть. А можно, давайте напишем, а можно еще свечку. Он убрал свечку со стола. Он делает вид, что продает свечку мне. Мы, как всегда, давайте подыграем, типа. Реально не обман. Подождите немного. Пока что никто не осмелился отправить ему подарок. Только я делаю вид, что что-то покупаю. Не знаю, для чего я вообще здесь нахожусь. У него никто ничего не покупает, походу. Я одна только подыгрываю. Я беру умника. Ну вообще, я тоже хочу этого зайца. Ребят, у кого есть такой заяц? Напишите в комментах. И как он вам достался. Дашь умника за умника. Логично. Я думаю, логично. Давайте дальше подыграем ему. Узнаем стоимость кораблика. Сейчас опять напишет один из мастера. Тоже один из мастера. Но у него все подарки здесь один из мастера. Я не удивлюсь, если вот этот вот заяц умник тоже будет стоить один из мастера. Продай умника. Он ни в какую не хочет продавать этого умника. Ребят, я не знаю вообще, какой-то недомагазин. Он даже никого не обманул пока что, кроме меня, воображаемым обманом. Я цену выше предлагала. Он не хочет, в общем, ее обманывать. Я не знаю. Говорите свои цены. Подаришь умника за умника. Мне кажется, это самая выгодная сделка. Умник за умника. Начинается аукцион. Все, здесь, короче, у нас две желающие. Третий еще подошел желающий. Хочет взять этого умника. А лилии можно? Мы все лилии, кораблики, цветочки покупаем. Они здесь хотят умника. Я предложила мишку за лилии. Подошел еще какой-то пацан. Хочет купить умника за медведя. Спрашивает, честно ли. Давайте напишем, честно, да. Он мне фонтан продал. Фонтан за один подарок из мастера продал. Давайте добавим этого пацана. Он хочет за свечки обменять умника. Зайца на свечки. Вот он спрашивает его. Зайца на свечки? Мне кажется, только сумасшедший обменяет свечки на зайца. Спасибо за лилии, я написала. Короче, этот пацан обменял свечки. И его, походу, продавец выгнал. Он хотел обменять свечки и получить зайца. Но продавец его выгнал. Так что, у нас первый обманутый. Я успела его добавить друзьям. Обязательно его потом найду. Спрошу, как у него дела вообще. Что он думает по поводу этого магазина. Но это, конечно, жесть. Три свечки на зайца. Самая выгодная сделка, мне кажется. В общем, у нас пока что один обманутый. Я написала, покупаю рамку за свечку. Покупаю свечку. Еще один хочет свечку купить. Свечка одна ваза. Твой котик хочет купить свечку за голубую вазу. Кто продавец? Кевин спрашивает, кто продавец. Так, давайте как-нибудь напишем, что он, он продавец. Сколько стоит заяц? Давайте добавим на всякий случай в приятеля всех. Твой котик, кстати, не будет ничего покупать. Он написал, что пойдет домой и вернется. Твоя цена? Моя цена 28 пингвинов. Мишка. Кевин предлагает Мишку. Маленького Мишку за зайца. Очень выгодная сделка. Ты сказал мне продаж. Бедная девочка. Мишка из Рост Белый. В общем, я поняла, продавцу нужно много-много всяких маленьких предметов из мастерской, чтобы он как-то пополнил свой магазин. Поэтому он не меняет этого зайца. Потому что если он отдаст кому-нибудь этого зайца, у него от магазина ничего не останется. У меня умник. Еще один умник. Я написала, что он не обманывает. Все, Кевин. Кевин отдал маленького медведя. Тот забрал умника, сделал вид, что передает Кевину. И Кевина выгнали. Все, он врет. Ну все, его спалили. Кажись, его спалили. В общем, у нас в итоге в этом магазине целых два обманутых человека. Я пишу, он просто его купил. Я надеюсь, он отблагодарит нас за помощь. Он пишет, спасибо тебе. Я хочу ответить, это было легко. Ты помогла мне чуть заработать. Спасибо, в карман не положишь. А вот зайца положишь. Что хочешь. Я хочу зайца. Но мне кажется, он не отдаст мне зайца. У меня идея обменять типа двух зайцев. Он мне прислал зайца. В общем, у меня сейчас идея предложить ему целых двух зайцев взамен на его подарки. Спасибо за работу. Я хочу получить, короче, все его вот эти вот подарки и вернуть их тем, кого он обманул. Слушай, а может я тебе двух зайцев, а ты мне все вот эти мелкие подарки. Напишем, что у меня магазин свой. Хочу свой магазин открыть. Что, магазин свой? По рукам. Ну, конечно, два зайца, но вот эти вот мелкие подарки, мне кажется, любой согласится. Так, надо сейчас как-то обменять подарки и типа сказать, что мы уйдем домой, возьмем зайца, чтобы ему отдать. Давайте напишем, ты первый, потому что мы знаем, что он у нас обманщик. А мы доказали ему свою верность, так что сказали ему, чтобы он первый обменялся. Вот он предлагает мне обмен. Сейчас я быстро куплю шар, чтобы отдать ему в обмен. Так, давайте, в общем, ждем, ждем, когда он мне передаст все подарки. Это, короче, какой-то отраз, люди. Если сделка состоится, я просто заору. Мы сказали, что обменяем двух зайцев. У меня в багаже, конечно, только один зайц, которого он мне дал. Также я купила шар. Я хочу попытаться отдать ему один шар и получить все его подарки. И потом типа написать, я сейчас бегаю домой, возьму зайца и вернусь. Надеюсь, это прокатит, потому что если это не прокатит, будет, конечно, обидно. Офигеть! Он мне передал весь свой вот этот вот... Багаж! Свечки, ваза, фонтан, пять лилий. Ребят, давайте отправляем ему шар, нажимаем меняться и обменяться. Результат обмена! Тринадцать свечек, одна ваза, пять лилий, фонтан, копилка, рамки, букет цветов, мишки, сабля, кораблик. Ребят, это, конечно, капец. Я не ожидала, что у меня получится обменяться. Давайте сейчас быстро что-нибудь ему ответим. М. Он меня спрашивает М. Типа, что за фигня? Где заяц? А где заяц? Сейчас схожу за ним. Жди тут. Все, ребят, валим, валим к себе домой. Валим быстро, быстро к себе. Нет, ну а что он хотел? Нам надо было проучить. Мне кажется, он очень много игроков обманул на этого заяца. Поэтому все, удалили его из приятелей. Вот так надо наказывать обманщиков, лишать их заяца, чтобы не наживались на других людях. Вот это у нас первый обманутый человек. Давайте спросим, он тебя обманул на свечку. Этот парень обменял ему свечку. Он ожидал заяца за эту свечку. Да. Он даже в печали на туалете сидит. Присел пописать, а я ему помешала. Ладно, давайте отдадим свечку. Я, конечно, не вовремя пришла. Держи. Спасибо. Человек нужду справляет, а я ему тут со своими подарками пришла. Так, давайте найдем следующую жертву. Следующая жертва у нас Кевин. Кевин, насколько я помню, обменял обычного мишку. Он хотел получить заяца за мишку. Давайте напишем, он тебя обманул на мишку. Привет, он тебя тоже выгнал. Ааа, ну почти, почти. Да, на мишку. Кевин ответил, что на мишку. Давайте вернем Кевину его законного мишку. Ребят, пишите в комменты, кого обманул этот продавец. Мне кажется, эти подарки точно ваши. И если я найду кого-нибудь из вас, я их вам обязательно отдам. Давайте поставим у себя в гостиной этого зайца-умника. Полюбуемся на него, в конце концов. Сколько же боли он принес людям. Сколько боли вообще. Из-за этого зайца, мне кажется, войны начинались. Пишите ваши идеи, о чем снять новое видео. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. А я желаю вам всего самого светлого. Всем удачи, всем пока.